МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральской обещательной кампании программа «Объектив. Итоги» в студии Анна Акрамова. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях сегодня в выпуске. Формирование бюджета следующего года. В новоуральский процесс идет с опережением привычных сроков. Путепровод, детская игровая площадка «Космос», Свердлова-9. Как движутся работы на самых ожидаемых новоуральцами ремонтируемых территориях города? Дом сдан, дом принят. Речь о Ленина-16А. А всего в 2023 году выполняется ремонт 15 домов. День атомщика с добром и вручением заслуженных наград. Новоуральцы встретили профессиональный праздник. Торжества состоялись в Театре музыки, драмы и комедии и в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом и многом другом далее. Отопительный сезон, концепция парковочной политики, формирование бюджета, регистрация прав на объекты недвижимости, на повестке Дня народных избранников. В Новоуральске состоялось очередное заседание Думы. Какие решения приняты, узнаете из материала Валерии Коневой. Старт отопительного сезона – первоочередная тема заседания. В этом году в установленный график коррективы внес порыв на одной из магистралей. При подготовке к отопительному сезону тепловых сетей на них зафиксировано 116 повреждений. Все они устранены. К 25 сентября, через неделю после старта отопительного сезона, подача тепла была обеспечена ко всем жилым домам Новоуральска, а их 736. Все здания школ, детских садов, социальных и медицинских учреждений города и сельских населенных пунктов подключены к теплоснабжению. Ремонтные работы сетей водоснабжения продолжаются в соответствии с планом. На всех источниках созданы неснижаемые аварийные запасы резервного топлива. Вновь после обсуждения комиссии вернулись к одному из ключевых вопросов – автолюбителей города. Местам стоянок. В продолжении реализации парковочной политики были приняты новые решения. Одно из них поможет в поиске проблемных, по мнению жителей, мест. Мы на заседании Думы заслушали подробный отчет администрации, что в рамках этой политики было сделано за 6 лет. Результаты такие впечатляющие. Допустим, на общественных местах было организовано новых парковочных мест порядка 580, и 1020 парковочных мест – это на дворовых территориях при благоустройстве этих территорий. То есть 1600 мест город получил новых для стоянок своих автомобилей. Но мы знаем, что у нас в городе порядка 46 тысяч автомобилей, единицы автомобильного транспорта. Поэтому, конечно, это количество 1600 является недостаточным. Но мы видим это и в своих дворах. Поэтому на заседании Думы, сначала на заседании комиссия, а потом и Думы поддержала, было принято следующее решение – продолжить активно реализовывать эту политику и депутатам провести некоторую аналитическую работу в своих округах, а именно составить перечень проблемных мест, где еще парковок недостаточно как на общегородских территориях, так и на дворовых. Составленные предложения будут направлены в адрес администрации Новорайского городского округа для дальнейшей проработки вопроса о появлении на этих территориях новых парковок. Еще одно важное заявление коснулось собственности некоторых горожан. В середине 2021 года были внесены изменения в регистрацию прав на объекты недвижимого имущества. Отныне документы, выданные до 1999 года, должны быть внесены в единый реестр недвижимости. Это садовые земельные участки, земельные участки по ДЖС, гаражные боксы, индивидуальные жилые дома и, соответственно, наши с вами квартиры. Так вот, на территории Новоуральского городского округа таких ранее учтенных объектов недвижимого имущества – 11 223. Огромное количество мы с вами слышим. На текущую дату администрации в погружении отработано уже 6 338 объектов. Среди тем обсуждений не только выполненная работа этого года, но и планы на грядущие. До старта бюджетного процесса в Новоуральске остаются считанные недели. Все подготовительные мероприятия в этом году выполняются с опережением прежних сроков. Сегодня плодотворно ведется работа в администрации совместно с Горбесами. Готовятся, скажем так, параметры бюджета. Вопрос идет, как говорится, в рабочем плане. В рабочем плане никаких неожиданностей нет. Мы практически в июне месяце проголосовали за бюджет. И у нас сейчас мы ждем только контрольные цифры из Министерства финансов Свердловской области. И как придут эти контрольные цифры, они, скорее всего, не раньше 15 ноября, мы информацию будем иметь, ну, 15 ноября, по крайней мере, мы готовимся привести Думу. И уже в ноябре месяце мы проведем Думу, тогда уже будет ясно, бюджет 24-го года. Совсем скоро финансовая стратегия округа вновь станет одной из ключевых тем обсуждения. Впереди бюджетное послание, чтение бюджета и публичные слушания. За каждым этапом формирования главного финансового документа следите в эфирах Новоуральской вещательной компании. Валерия Конева, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. С каждым днем отметка на термометрах опускается все ниже. Но это не сказывается на ремонтных работах. Каждую неделю специальная комиссия регулярно проверяет качество и ход работ. На какой стадии готовности находятся объекты сейчас – в сюжете Кирилла Пантелеева. Первую локацию, которую посетила специальная комиссия, стал Красногвардейский проезд 4. Из-за плотной занятости по другому строительному объекту, который тоже проходит по радиусу доверия, подрядчик, к сожалению, ремонтные работы перенес на следующую неделю. Сезонные работы, такие как резиновое покрытие, специальная комиссия решила принести на следующий сезон. Но все остальные работы будут выполнены в срок. Второй точкой объезда стал ремонтный объект по улице Свердлова 9. Проходит по софинансированию. Отбор на реализацию данного объекта прошел еще в 2021 году. Ремонтные работы проводятся в срок. На данном этапе идет расширение проездов для организации парковочных мест. И все запланированные работы по укладке асфальта закончатся 15 октября. А благоустройство территории продолжится. Здесь планируются работы и уже ведутся по устройству детской площадки, по расширению проезда, по ремонту проезда, по устройству и ремонту тротуарных дорожек. Следующей точкой объезда стала улица Автозаводская 19. На данном участке производится серьезная замена водопровода. Диаметром 250 и продолжительностью 450 метров. От улицы Автозаводская 19 и заканчивая началом старого нового торгового центра. Видно, что техника на месте. В данных ремонтных работах принимает участие МУП «Водоканал». А это значит, что отключения потребителей от воды не ожидается. Замена трубы, замена колодцев, находящихся на трубе. Метод производства работы – разрушение трубы. Специальная комиссия побывала на детской площадке «Космос». За прошедшие недели по данному объекту визуально видно, что изменения идут в лучшую сторону. От главной башни уже выстраивается основной рисунок детской площадки. На следующей неделе будут восстановлены малые архитектурные формы, а также на спортивной площадке создадут резиновое покрытие. Завершающей точкой объезда стал самый главный объект этого города – путепровод. Надо отменить, что горожане вечером 27 сентября уже смогли увидеть заасфальтированную вторую полосу. Еще раз напоминаю, это не значит, что мы открываем две полосы. Работы продолжаются. Контракт до 1 января 2024 года. Сейчас все силы брошены на обустройство пешеходной части, ну, с правой стороны, грубо говоря, от города. Сейчас будут установлены вот эти все бортовые камни большие по периметру и освободится место для производства работы. Здесь будут стоять краны, будут подаваться сюда большие блоки пешеходные, значит, и в дальнейшем эти пешеходные блоки будут асфальтироваться. То же самое будет происходить по другой стороне уже после окончания всех работ. Поэтому сразу предупреждаю, что это будет рабочая сторона, а та также будет перекрыта. То есть мы для производства работ по другой пешеходной части будем менять полосы для проезда. Вот об этом сразу предупреждаю жителей. Если говорить в целом обо всех изменениях в городе, то пока погодные условия благоволят к проведению ремонтных работ. Поэтому город будет преображаться и в осенние дни. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Программа капитального ремонта успешно реализуется в Новоуральском городском округе. В городе становится больше отремонтированных домов. Сдан еще один объект. Комиссия проверила качество выполнения капитального ремонта по адресу Льва Толстого, 16А. Подробнее расскажет Ульяна Бороздина. В 2023 году в Новоуральске выполнялся ремонт 15 домов на сумму 260 миллионов. Это деньги регионального фонда капитального ремонта, которые приходят за счет ежемесячных взносов собственников. Подрядчиками многоквартирных домов в этом году стали компании ООО «Комви», МСК и «Фаворит». К настоящему моменту на пяти объектах все работы выполнены. Ремонт в остальных десяти домах завершен на 90%. То есть до наступления холодов все заявленные адреса будут готовы. На днях приняли дом по адресу Льва Толстого, 16А, где выполнили фасадные работы, заменили системы электро- и водоснабжения, произвели усиление подпорных стенок в подвале, заменили отмостку вокруг дома. Подрядчиком дома на Льва Толстого, 16А, стало общество с ограниченной ответственностью «Комви». Комиссия дала заключение. Объект сдан. Все работы на сегодняшний день завершены, приняты как фондом, так и представителями собственников. Все замечания, которые в процессе выполнения работ выдавались, все устранены в рабочем порядке. Все это хорошо. Особое внимание уделяют домам, где меняют кровлю. Подрядчики стараются завершить все работы до наступления дождей, чтобы не доставить жителям неудобств. Помимо внешнего преображения домов, происходит обновление подъездов. В них появляются новые современные лифты. В 2024 году планируют отремонтировать порядка 50 домов. Предусмотрены различные виды работ. Ремонт кровли, замена шифера на черепицу, обновление фасада, ремонт внутренних коммуникаций. Что нужно обновить, решают сами жители. Для этого они должны провести собрание жильцов многоквартирных домов, чтобы коллективно определить, какие работы в приоритете. Администрация НГО рассматривает предложения и определяет, какие работы нужно выполнить. Ульяна Бороздина, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. 28 сентября Новоуральск встретил День работников атомной промышленности. Праздник, который в той или иной степени касается каждого жителя нашего Атомграда. 28 числа в Театре музыки, драмы и комедии прошло торжество с вручением наград сотрудникам Уральского электрохимического комбината и НПО «Центротех». А в пятницу 29-го в Центральном парке культуры и отдыха выступили несколько коллективов. Хедлайнером стала популярна музыкальная группа «Добро». Подробности в сюжетах моих коллег Альбины Евсеевой и Кирилла Пантелеева. Современная атомная промышленность Российской Федерации насчитывает около 350 организаций и предприятий, сотрудниками которых является более 330 тысяч человек. Она включает в себя научно-исследовательские институты, атомное машиностроение, оружейный комплекс, предприятия ядерного топливного цикла. Это наукоемкая отрасль, которая входит в число важнейших секторов экономики страны. Она обеспечивает развитие энергетики, медицины, способствует появлению новых технологий, помогает в освоении космоса и Арктики. И как здорово, что мы живем в атомном городе, в Новоуральске, где в каждой, наверное, семье есть атомщики, чей профессиональный праздник мы встретили 28 сентября. Я 43 года отработал на комбинате. От аппаратчика до главного инженера комбината. Поэтому жизнь тесно связана с атомной отраслью. Он как бы вот лежит тут, на сердце, этот праздник. Всем хочу пожелать успехов в этой отрасли замечательной. Благополучия, удачи, счастья и здоровья, конечно. Вы сколько лет отдали предприятию? 28 только секретарем и еще плюс. Ну, в общем, где-то 30, больше 30 лет. Но это моя жизнь. У меня очень много... Ну, как? Муж, сын, дочь на комбинате, да. Поэтому у нас династия, коллегам дальнейших трудовых, таких успехов, которые мы творим на Ленина 13. Вы, наверное, о нас слышали. А которые коллеги остались еще работать, им всего самого хорошего. В Новоуральске торжество по случаю Дня атомщика по традиции прошло в Театре музыки, драмы и комедии. С Днем работника атомной промышленности собравшихся поздравили генеральный директор УХК Александр Дудин и заместитель генерального директора НПО Центратех Денис Тимирбаев. Руководители поблагодарили коллег за самоотверженный труд, отметив, что каждый вносит свой посильный вклад в укрепление фундамента атомной отрасли. Мы этот праздник заслужили. Служили своей работой, своей увлеченностью, своим передовым опытом, тем, что мы делаем и в масштабах страны, и в масштабах мировых. Благодарю вас за работу, всего вам доброго, всех наилучших пожеланий, всех благ и дальнейших успехов. Вы знаете, у нас на предприятии и у наших коллег люди не только в производстве хорошо разбираются, понимают и знают, но еще и мог писать стихи, писать музыку. И вот сегодня мне это было нескольких поздравлений. По почте прислали тоже такое небольшое стихотворение, оно мне очень понравилось, и я вам хочу его прочитать. Это автор, наш работник, 22-го отдела, человек работает. Пусть гордо веет в лад на нашей башне, Пусть звонки горну всегда зайдут вперед, И пусть заботы канут в день вчерашний, А новый день успехов принесет. Каждый из нас ежедневно уносит свой посильный вклад в укрепление фундамента нашей отрасли, основу которой заложили наши дорогие ветераны. Суть происходящего позволяет говорить о том, что уровень достижений современного поколения накубальских атомщиков, он, собственно говоря, по достоинству оценен, может быть, нашими предшественниками. Поэтому огромная благодарность всем за свой личный вклад, за труд в наше общее дело. Для поздравительного слова и вручения наград на сцену поднимались управляющие администрации Гурназаводского управленческого округа Свердловской области Евгений Каюмов и исполняющие полномочия главы Новорайского округа Вадима Хатепов. Атомщики – это особая гордость нашей страны. Вы решаете стратегические задачи, связанные с укреплением обороноспособности государства и обеспечением энергетической безопасности. Работники атомных предприятий – это передовой научный и производственный отряд страны, благодаря которым Российская Федерация продолжает уверенно удерживать лидерские позиции не только в атомной энергетике, но и во многих других отраслях. Крепкого вам здоровья, отличного настроения, радости и семейного благополучия. Глава Новорайского городского округа Вячеслав Яковлевич Тюменцев. Огромное спасибо вам за тот мирный атом. Вы являетесь главенствующими в производстве мирного атома. Ну и это здорово, это огромный труд, это огромное уважение к ветеранам Уральского электрохимического комбината. То, что сегодня есть в городе, то, что сегодня есть на Уральском электрохимическом комбинате, на предприятиях, организациях Круга Уральска, это все заслуга наших ветеранов. В ходе церемонии награждения лучшим работникам УХК и Центротеха были вручены отраслевые, корпоративные и муниципальные награды. Сегодня УХК и Центротех – это не только высококачественные продукции, высокие технологии, прежде всего это люди. Это коллективы, славные не только производственными успехами, традициями, но и творческими достижениями. Атомная отрасль для страны важна, а для города, наверное, наиболее. Тут такие акценты в каждой семье, у всех истории, у всех династии. Поэтому всем благополучия, здоровья, процветания. Праздник, конечно, для нас значимый. Работаем в атомной промышленности, гордимся атомной промышленностью. Хотим, чтобы она и дальше процветала. Успехов, руководству нашему, всем крепкого здоровья. Коллективу своему большой привет. Я коллегам пожелаю всего самого наилучшего, успехов в работе, таких же дальнейших наших планов, в исполнении этих планов и всего самого наилучшего. Главное, чтобы было здоровье. Для всех нас, для всего города это значимый праздник, потому что здесь нет в городе семьи, где бы не было человека, который связан с атомной отраслью, в работе. Папа, дядя, целые династии семейные. Конечно, для всего города большой праздник. А пожелать, пожелать процветания нашему предприятию, нашим предприятиям атомной отрасли, через них процветания нашему городу, ну и всем хорошего настроения и долгие лета. Будущий 2024 год для Уральского электрохимического комбината особенный. Мировой лидер по обогащению урана отметит 75-летие со дня выпуска первой продукции. Возможно, с точки зрения историков это не так уж и много, но, оценивая все сделанное за эти годы, можно с уверенностью и гордостью сказать, позади целая эпоха. Освоение процесса обогащения урана, доведение его до совершенства, прорыв в области новейших технологий. Все это на памяти атомного гиганта, которому выпала великая миссия – быть первым. Альбина Евсеева, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Вечером в Центральном парке культуры и отдыха состоялся праздник, который объединил людей всех возрастов. День работника атомной промышленности – это праздник не только для меня, но и для всей атомной отрасли. Мы его все отмечаем и очень любим. В атомной отрасли работает очень много людей. И лично для меня этот праздник – это некое мое личное причастие к общему делу. Я хочу, чтобы все у всех было классно, инновационно и перспективно. Во-первых, мы живем в городе, который атомщик. У нас тут комбинат огромный, хороший, который заботится о нас. Тех жителей Новоуральска с праздником. День работника атомной промышленности в парке можно разделить на три блока. В первом блоке для жителей выступали коллективы театра музыки, драмы и комедии, которые в очередной раз доказали уровень своего мастерства. Он действительно зашкаливает. Зашкали ребята так, что хотелось подпевать и потанцовывать. Поздравляю всех с атомным праздником, всех городов, всех, кто работает с атомной промышленностью. И чтобы не было никаких происшествий на атомной, на УХК, допустим, не было и тому подобное. Праздник! Праздник города! Праздник всех работников атомной промышленности! Второй блок порадовал всех присутствующих своей энергетикой. Гости из Екатеринбурга, Федор Данилов и парни не дали нам заскучать. Уральские музыканты исполняли проверенные временем стопроцентные шлягеры российской и зарубежной эстрады, которые не оставили равнодушным ни одного новоуральца. И опять напрасно вместе! И опять напрасно собираем все, сказать сейчас. Поем здесь! И снова седая ночь! Всех новоуральцев поприветствовали генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Дудин и заместитель генерального директора научно-производственного объединения Центротех Константин Гузаиров. Мы любим вас! А вы любите УИХК! Правильно? Ура! Вы любите Центротех! Правильно? Да! Ура! Мы любим Новоуральск! Мы любим Росатом! Любим всех здесь стоящих и живущих! Ура всем! Третий блок близился к своему старту, и в парке собирало все больше и больше людей. Ведь на сцене выступали хедлайнеры праздника, группа Добро. Звукорежиссер группы Звук поставил на всю, и соседи, которые были рядом с парком, точно не спали, потому что отдыхал весь Атомград. Хочется отметить, что это был совместный подарок Уральского электрохимического комбината и научно-производственного объединения Центротех. На улице уже становилось холоднее, но горожане не торопились расходиться. Они продолжали танцевать, петь, получать удовольствие от такого объединяющего праздника, как День работника атомной промышленности. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Вы смотрите программу «Объектив. Итоги» и мы продолжаем коротко о темах второй части нашего выпуска. Радиус доверия в приоритете. В Новоуральске продолжается реализация народной программы городских изменений. В День пожилого человека 1 октября в городе прошел фестиваль «Новоуральское долголетие». Все желающие посетили интересные мастер-классы, семинары, занятия и могли привиться от сезонного гриппа. 10 лет полет нормальный. Военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия» встретил свой юбилей. От жителей инициатива, от города поддержка. Программа народных изменений «Радиус доверия» в 2023 году помогла воплотить в жизнь более 20 проектов новоуральцев при финансовой поддержке ТВЭЛ и администрации округа. За процессом реализации идеи следит наблюдательный совет «Радиус доверия». На одной из выездных комиссий побывала моя коллега Ульяна Бороздина. Народная программа городских изменений «Радиус доверия» стартовала год назад по инициативе топливной компании ТВЭЛ. Проект дает возможность новоуральцам делать жизнь в городе интереснее и комфортнее, благоустраивать территории, открывать клубы по интересам, проводить мероприятия. К примеру, уже проложена тропа здоровья на Дудино-6, прошел фестиваль внедорожной техники, День соседей в Центральном парке культуры и отдыха и Кубок атомных городов. Сейчас идет активная реализация новых инициатив. За ходом работы следит наблюдательный совет «Радиус доверия». Мы должны представлять, как это будет. А потом сравнить, получилось ли я? На Ленина-100 идет работа над многофункциональной площадкой креативного кластера. Это проект предприятия «Территория содействия бизнесу». Мастера будут создавать изделия своими руками, а затем проводить ярмарки. Предложить свои идеи может любой житель НГО. Самыми молодыми участниками программы «Радиуса доверия» стали старшеклассники 57-й школы. Они представили проект «Территория велосипедного комфорта». Здесь будет разрисовка, мы ее покажем примерно, но мы ее делаем своими силами. Это для кругового движения. Школьники будут обучать сверстников в безопасной езде на велосипеде. Ученики разных классов будут вместе кататься, общаться, принимать участие в спортивных мероприятиях. Здорового образа жизни придерживаются и жители Южного района. Они вышли с инициативой создать игровой корт. Благодарность депутату Дмитрию Захарову выразила директор управляющей компании ООО «МКР-21» Анжелика Кетова. Огромная ему благодарность и спасибо администрации, конечно, что подхватили, помогли. Огромное всем спасибо. Площадка Ленина 138 – это образец, как можно преобразить свой двор. Наглядный пример взаимодействия жителей, депутата, администрации и ТВЭЛ. Завершить строительство спортивной площадки планируют к средине сентября. На данном этапе все идет по графику. На самом деле мы посетили три объекта. Везде подрядчики определены, работы идут, проекты есть, финансирование в том числе. Поэтому вижу, что все стороны заинтересованы в реализации этих проектов, работают хорошо. И результаты в обозначенные сроки, я думаю, будут достигнуты. У нас в этом году вообще на общую сумму ТВЭЛ 19 миллионов рублей реализуются вот такие локальные проекты на условиях софинансирования. Готовимся уже к 2024 году. Очень рады, что у нас появляются заявки от жителей, в том числе и по благоустройству. Заявки у нас принимаются до 1 октября. Поэтому хотелось бы жителям все-таки сказать, что если вы хотите, чтобы у вас есть интерес, у вас есть общество, мы вас ждем, вашу заявку и для совместных реализаций таких проектов. На данный момент, на 2024 год подано более 30 заявок. В основном жители предлагают социально значимые проекты, турниры и фестивали. Чтобы войти в число участников форума «Радиус доверия 2024», помимо заявки, необходимо оформить паспорт инициативы. В нем должен быть просчитан бюджет и обоснование всех затрат, которые потребуются. Также участнику необходимо подготовить презентацию для своей защиты. Паспорта проектов будут принимать на Льва Толстого 2А, кабинет 206. Ульяна Бороздина, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Прошел ровно год с первого фестиваля «Новоуральское долголетие». Тогда он вызвал большой интерес у горожан. И стало понятно, такие мероприятия Новоуральску нужны. И вот вчера фестиваль прошел в нашем городе уже во второй раз. Наша съемочная группа побывала в воскресный день в концертно-спортивном комплексе. Далее узнаем, как прошел фестиваль «Новоуральское долголетие» и что там было интересного. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Вот так встречал гостей фестиваля «Новоуральское долголетие» хор «Ветеранов России». С самого начала воскресного дня здесь, в холе концертно-спортивного комплекса, многолюдно, шумно, весело, интересно. Глаза разбегаются, что посмотреть и где поучаствовать. Что у вас здесь такое происходит? Что вы представляете на фестивале? Как обычно, в музее СССР мы представляем разные ретро-штуки из Советского Союза. В том числе можно поиграть в игру «Найди пару, было, стало». То есть, что было на этом месте в Советском Союзе и что там сейчас. Можно поиграть в интересную игру «Угадай предмет». Например, вот что вот это такое? Это светильник. Видите, вы уже не знаете. А это специальная штука для… Сюда клубочек кладем, отсюда эту и вяжем, чтобы кошки не запутались. И вот таких у нас целый чемодан. А вообще, да, а есть какой-то самый-самый, ну вот, самый раритетный старый предмет? Вообще можно назвать? Самый, ну, на данном экспозиции можно, например, старый беколитовый телефон. Вот, покажите нам. То есть, это даже 40-е, 50-е годы, то есть, совсем старый, более 70 лет, вы видите даже… Ой, простите, видите даже шнурочек какой, то есть, непривычный нам, да. Он видел Ленина? Да, он видел Ленина. Ленина не знаем, мы Сталина точно видели. Городская программа «Новуральское долголетие» объединяет множество учреждений, сфер. Фестиваль стал одним из направлений, который вызвал очень большую интерес у горожан и объединил всю работу, проводимую в рамках этой программы. Именно поэтому он прошел уже во второй раз. На фестивале награждали представителей старшего поколения за активную позицию, за волонтерство, за организацию интересных мероприятий и творчество. Год спустя, в день, в Международный день пожилого человека здесь, в КСК, мы проводим уже второй фестиваль «Новуральское долголетие». Его отличие в этом году в том, что теперь уже сами участники проектов, наше старшее поколение, сегодня здесь представляют разные площадки. В том числе здесь есть творческая выставка работ, а еще будет с 11.30 концерт. И только те, кто в различных проектах принимал участие, здесь сегодня себя и показывают. Поэтому это интересно. Самое главное, есть интерес у участников программы, у наших людей старшего возраста, которые в течение года находят возможность, время, энергию и принимают участие в различных занятиях, а сегодня еще и представляют это. Я думаю, что тоже у «Новуральцев» будет определенный отвлек в сегодняшнем фестивале. И будем двигаться к следующему году и думать, чем наполнить его. Действительно, весомую часть площадок организовали сами ветераны, наше старшее поколение, которое всегда отличалось активностью и неравнодушием. Удивительная выставка творческих работ, мастер-классы, замечательный душевный концерт и многое другое. И вот так все варенье. А варенье-то откуда? Варенье очень много сорт. Это черничное, это ремень, это ягодное. Это зеленое. Это яблосы. Он еще и колючий. Это нет. Что-то мне вижу. Яблоко с апельсином. А это откуда варенье? Это вы сами делаете? Да, это сами варили. Это ветеранское, настоящее варенье. А можно абрикосовое попробовать? Да, да. Делать варенье барбарисовое. Позаниматься фитнесом – пожалуйста. Измерить давление, артериальное и внутриглазное, и уровень сахара в крови – тоже. А еще здесь можно было вакцинироваться от гриппа. Кстати, на вакцинацию даже образовалась небольшая очередь. Внутриглазное давление измеряем. То есть прямо здесь, на площадке можно измерить? Пожалуйста, да. Также можно измерить кровь на глюкозу и холестерин. Обычно артериальное давление померить и прививки поставить. На фестивале «Новорайское долголетие» свою площадку представил Центр поддержки семей с маломобильными гражданами. Он начал свою работу в городе в этом году. 200 человек уже получили помощь. Здесь у нас площадка нашего проекта при поддержке фонда президентских грантов. Центр поддержки семей с лежачими и маломобильными родственниками. Мы представляем здесь комплект тех средств личной гигиены, которые мы выдаем бесплатно. Плюс рассказываем вообще про проект, что у нас можно получить помощь еще и юристы, юридическая консультация и обучение ухода на дому. А есть цифра, сколько людей уже от вашего проекта получили помощь? У нас на сегодняшний день порядка 200 семей получили помощь этого проекта. Сюда входит и помощь одеждой и обувью, продуктами, просто какие-то консультации, психологическая поддержка. То есть это весь комплекс. Не только интересно, но нужно и полезно. Внимание на старшее поколение, забота о них, понимание, что наше старшее поколение – это ценность. Интересный фестиваль, конечно, нужен. Очень много интересных экспозиций, интересных столов, людей. Спасибо большое организаторам. А есть что-то, что больше всего интересно было? Не могу выбрать, все нравится. Везде поучаствовала, порисовала, сделала гимнастику, попробовала пирогов. Все очень интересно. Мне понравилась выставка наверху. Творчество, самолетнее. Ветерана, который, да? Тоже ветерана, да. Все прекрасно, все хорошо. На буклетах столько, вот здесь получили. Даже на буклете написала адрес, чтобы не задерживать человека. Все понравилось. Столько, много. Спасибо руководителям. Да, да. Здесь встречаешь много знакомых. Вот это первое. Которых давно не видел. Во-вторых, много интересного. Я вот около каждого стенда, где какие-то работы, постояла, посмотрела. Сама занимаюсь рисованием, хожу в фон. И поэтому мне вот этот стенд был особенно интересен. Подделки великолепные. Какие там броши красивые. Просто уникальные. Очень интересно. Такое нужно. Только помещение маловатое. Вот такие мнения от фестиваля. И правда, наши ветераны смогли бы заполнить активностями и творчеством еще больше места. Но в Уральское долголетие станет доброй традицией нашего города. Это ясно. Семечки, галочки, старя кошка русская. Мы не знаем, какое старшее поколение в других городах и сколько ему уделяется внимания. Но мы можем точно сказать про Навуральск. С такими наставниками, с такими активистами, с молодыми душой ветеранами мы не пропадем. Мы только можем брать с них пример. Учиться жизнелюбию, поддержанию неугасимого внутреннего света. Они с радостью готовы делиться всем этим с нами. Альбина Евсеева, Геннадий Донгузов. Объектив. Итоги. Уже 10 лет в Навуральске работает уникальное объединение. Военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия». Множество мальчишек и девчонок прошли через него. Клуб и сегодня едва вмещает всех желающих здесь заниматься. «Крылатая гвардия» пользуется большой популярностью среди молодежи. Патриотическое воспитание, как известно, играет большую роль в становлении юных граждан, патриотов своей страны. Съемочная группа Навуральской вещательной компании побывала на празднике ВПК «Крылатая гвардия», приуроченном к 10-летнему юбилею. Подробнее о событии расскажет Елена Мельникова. Елизавета Дьякова пришла в клуб 4 года назад. И без «Крылатой гвардии» уже не представляет свою жизнь. Это такой коллектив, он теперь как семья, второй дом. Мы поменяли уже, сейчас на данный момент третий клуб, здание третье. Мы здесь уже обжились, все, это наш второй дом. Дети, которые не пришли сюда, у них на уме сейчас что-то другое. То есть они не думают о будущем, они думают только сейчас и все. То есть у них развлечения, а у нас, мы думаем о будущем, о нашей стране, что будет дальше, что мы можем сделать для нашей Родины, для нашего Отечества. На протяжении многих лет курсанты клуба получают разностороннее дополнительное образование. От начальной военной подготовки до основ традиционной культуры вооруженных сил Российской Федерации. Ребята признаются, придя сюда однажды, невозможно уйти. Мне рассказала подружка о Крылатой гвардии. Она рассказывала, как тренировки проходят, но мне понравилось, я решила пойти. Я думала куда-нибудь пойти потом в институт, что-нибудь связанное с военным. Я пришла, начала заниматься. Сначала я была с подругой, но ее это как-то не изоблекло. Меня, конечно, это расстроило, но я начала заниматься, заниматься, заниматься. Мне это очень нравится. Хожу сейчас третий год. Мне очень нравится тут, как второй дом. Мне здесь нравится тренироваться, нравится проходить полосу препятствий. Сначала все началось с того, что меня папа позвал. Я несколько дней начала ходить, ходить, и мне уже все начало нравится. Здесь много узнаешь всего нового об оружии, об самой армии. У нас сейчас есть там на входе книги, можно вообще много там прочитать. Обучение и воспитание в клубе происходит по трем направлениям. Основы военной службы – строевая, огневая и тактическая подготовка, изучение воинских уставов, физическая подготовка, основы рукопашного боя, парашютная подготовка, атлетическая гимнастика, военно-тактические игры и школа выживания. Основы туризма, ориентирования и доброчебной помощи. Для курсантов на базе клуба есть почти все необходимое для того, чтобы занятия проходили с максимальной пользой. Различные территории для всестороннего развития, тренажерный зал и даже музей. Больше старались делать это как комнату боевой славы. То есть здесь детям, курсантам рассказываем немного о героях, о героях Отечественной войны, о героях Афганской войны. Ну это у нас Советский Союз уже. И новое, как у нас появилось, новое дело – это вот уже современное СВО. Выпускники клуба одни из первых пошли защищать родину, когда началась специальная военная операция. Два выпускника являются участниками СВО и представлены государственным наградом. Руководители клуба поддерживают с ними связь. Побывавшие за ленточкой также наравне с педагогами проводят занятия, просвещая курсантов необходимыми знаниями. Военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия» был основан 13 сентября 2013 года по инициативе десантника, ветерана боевых действий на Северном Кавказе Александра Бушманова. Ребята учатся здесь необходимым навыкам, которые непременно могут пригодиться и в реальной жизни. У нас вообще с 7 лет и до 35. Это если так по закону, да, скажем. А так вот у нас ходят, например, курсы приходят и в 60 лет. Вот пришел в прошлом году, когда мы их открыли только-только, пришел 60-летний Сергей, ну человек, пришел, подготовился и уехал добровольцем на зону специальной операции. Мы не останавливаемся на месте, продолжаем двигаться. У нас, в принципе, нулевой отчет сегодня начал работать. Мы планируем все-таки уже со временем, сейчас идет очень плотная работа с ДОСАФом, с Росским областным. Если все будет хорошо, то мы через годик, наверное, на следующий год сможем присваивать военно-учетные специальности уже, ребят. Вот сейчас в связи с этими военными событиями, понятно, что надо воспитывать все равно. Ведь мы когда-то тоже уйдем. Кто будет защищать Отечество? Надо же готовить это поколение. Свой юбилей крылатая гвардия встретила в окружении друзей клуба. Поздравить с этой датой пришли выпускники, курсанты, первые лица города. Музыкальный подарок подарил оркестр войсковой части номер 3280. Я всегда с уважением относился к тем взрослым, которые занимались молодежью. То, что вы занимаетесь, благое дело. Вы государственники, вы работаете на родину, на родину с большой буквы, потому что от вас уходят ребята, ребята уходят достойно, они подготовлены, это дорогого стоит. С особым трепетом сегодня присутствую на данном мероприятии, потому что чувство веры, долга, патриотизма, они важны для каждого здесь, кто присутствует. Мы гражданские, конечно, расслабились за последнее время, воспринимая мирное небо над головой как должное, как незыблемое. Но спасибо крылатой гвардии, что вы не расслаблялись. Вы продолжали растить, продолжали воспитывать настоящих патриотов. Именно благодаря вам уже больше года в рамках специальной военной операции весь коллективный Запад не может ничего противопоставить нашей России, потому что именно ваши ребята первыми встали в ряды участников СВО. Ваши ребята сейчас там, и ваши ребята помогают растить новых патриотов. Хочется выразить отдельные слова благодарности каждому из вас за ваш труд и за ваш профессионализм. Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и движения только вперед. Новая точка отсчета. Для крылатой гвардии в этот день произошел двойной праздник. На базе клуба открылся центр довоенной подготовки. В торжественной обстановке руководитель клуба Александр Бушманов, Ольга Гороховская, директор детско-юношеского центра, на базе которого располагается крылатая гвардия, и заместитель председателя Думы Новоуральского городского округа Александр Волков разрезали красную ленту, как символ открытия новой площадки, которая позволит охватить как можно больше новоуральцев для занятий. Готовы? Готовы? Поехали! Сручки хорошие! Поздравил с этим событием крылатую гвардию и депутат законодательного собрания Свердловской области Евгений Букреев. Мы все должны быть защитниками своего отничества. Это величайшая традиция, которую нельзя потерять. И вот наличие такого клуба – это вот почему и радостное событие. Слава Богу, что мы вот этим всем снова начали заниматься. Поэтому я с огромным удовольствием побывал на этом празднике и поздравляю всех организаторов этого клуба, всех, кто отдают себя этому делу патриотического воспитания молодежи. Я их поздравляю с этим юбилеем и праздником. Десять лет для клуба – юбилей солидный. В честь этого события для курсантов прошло множество мероприятий. Военизированный летний биатлон, полевой выход с отработкой навыков горной подготовки, турнир по практической стрельбе и многое другое. Никто кроме нас – девиз организации, которая остается актуальным и по сей день. Поздравляем клуб с юбилеем, желаем дальнейших успехов и новых побед. Елена Мельникова, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания. Примите участие в конкурсе «Семья Росатом». Новый конкурс – это новые направления. Можно рассказать о вкладе своей семьи в развитие города или проявить свой талант. Подробнее о сроках, направлениях и призах в следующем видеоролике. А всю актуальную информацию можно найти на сайте «Семья Дефис Росатом.рф». Привет! Хочешь рассказать о вкладе своей семьи в развитие атомного города? Показать свои таланты на всю страну Росатом? Прими участие в конкурсе «Семья Росатом». Выбирай одно из направлений или участвуй сразу в двух. Расскажи о своей династии и какой вклад она внесла в развитие твоего города в направлении «Трудовая династия». Если ты готов удивить всех своими уникальными способностями, то принимай участие в направлении «Росатом.семья Таланта». В период с 15 сентября по 15 октября присылай свой видеоролик длительностью до 7 минут на наш почтовый ящик и поборись за очень ценный и полезный приз. Не упусти свой шанс войти в историю семьи Росатом. Конец сентября оказался богат на торжества, а праздники – это всегда подарки, особенно для профессионалов своего дела. В честь Дня воспитателя в управлении образования прошло участвование педагогов за добросовестный многолетний труд. Более ста наград различного уровня вручили работникам дошкольных учреждений Новоуральского городского округа. Среди них награды Министерства просвещения Российской Федерации нового образца, нагрудный знак «Молодость и профессионализм» и знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Подробнее в следующем сюжете. Детский сад. Как много воспоминаний об этом месте у каждого человека. О своих первых друзьях, первых влюбленностях и первых воспитателях. Педагоги дошкольного образования – особенные люди. Ведь воспитатель – это прежде всего призвание. И каждый год 27 сентября в России поздравляют всех, кто связал свою жизнь с этим благородным делом – воспитанием детей. В этот день чествуют всех, кто создает малышам счастливое детство. Это не только воспитатели, но и музыкальные руководители, заведующие, старшие воспитатели, педагоги-психологи, повара, младшие воспитатели, учителя-логопеды и многие другие сотрудники. Конечно, в этот день не остаются без внимания и ветераны педагогического труда. Выбрала профессию раз и навсегда. Потому что профессия без любви к детям не могла бы состояться. Я работала с замечательными людьми, которые меня... Они меня сформировали. Они сделали из меня достойного руководителя. На пенсию ушла 12 лет назад. Но до сих пор я поддерживаю отношения со своими коллегами. Потому что проработав с такими людьми, нельзя их потерять. И себе нельзя потеряться. Ну а что главное в нашей профессии? В профессии и воспитателя, и руководителя. Это любовь к людям, любовь к детям, любовь к своей профессии. Праздник дошкольных работников прошел во всех детских садах округа. Самое значимое торжество для педагогов состоялось в управлении образования. Более ста наград различного уровня в этот день вручили работникам дошкольных учреждений города. Я говорил от имени главы Муральского городского обрака горячие слова поздравления с днём дошкольного работника. И, конечно, мы благодарим вас за профессионализм, за ваше мастерство, за ваше торпение, за вашу, ту частицу души, которую вы передаете детям. И мы понимаем, что именно то поколение, которого вы воспитываете, оно будет управлять государством. Я хочу всем пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия. И чтобы вас каждое утро, каждое утро встречали счастливые улыбки и детей, и родителей. Большое вам человеческое спасибо. Среди награждённых в этот день Наталья Азанова. В сфере дошкольного образования она уже 30 лет. За это время Наталья Владимировна прошла путь от воспитателя до заведующей. Ей присвоено звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации». По истечении 30 лет проживания в этом городе, работа в этой профессии, труд был оценён. Это дети, это каждый день только положительные эмоции. Это открытие вместе с детьми каждый день, начиная с двух месяцев, вместе с их родителями и с подготовишками, которые уходят в школу. Безусловно, это только открытие, радость и удивление каждый день. Этот день – праздник как для мэтров педагогического труда, так и для тех, кто только начинает свой путь. Екатерина Туголукова работает в одном из детских садов города с начала этого года. Она окончила Красноуфимский педагогический колледж на музыкального руководителя и учителя музыки. У меня разносторонняя профессия, где я могу работать, можно сказать, во всех творческих сферах деятельности. Мне очень нравится работать с детьми, просто суть заключается в том, чтобы каждому ребёнку находить свой подход. И когда человек видит, что нужно делать, чувствует ребёнка, чувствует, что он хочет, естественно, работа легче происходит, легче взаимодействовать, легче контактировать с детьми. Я должна научить ребёнка музыке, но не просто музыке, а культурно одухотворить его личность, чтобы он понимал, что это такое, потому что многие дети в наше время сейчас не ту музыку слушают, какую бы хотелось бы прививать в них. Правильно говорят, педагог – это призвание, которое выбирают по зову души. В 2023 году в Управлении образования была открыта галерея наставников округа, в которой размещены фотографии опытных педагогов и руководителей нашей системы образования. Они за годы своей многолетней педагогической деятельности внесли достойный вклад в дело воспитания и образования ни одного поколения педагогов. В День работников дошкольного образования галерея пополнилась новыми заслуженными именами. В галерее разместились фотографии Людмилы Викторовны Лесновой, Нины Михайловны Ивановой и Ольги Германовны Заводчиковой. Все они внесли большой вклад в повышение качества дошкольного образования Новоуральска. Елена Мельникова, Геннадий Донгузов. Объектив итоги. На этом наша программа подошла к концу удачного старта рабочей недели. Всем хороших новостей. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова